Регистрация на рейс в российских аэропортах может стать платной. С таким предложением в Минтранс обратилась авиакомпания «Победа». Лоукостер настаивает, пассажирам не составляет труда зарегистрироваться самостоятельно онлайн. А те, кто делает это на стойке в аэропорту, должны заплатить. В студии наш обозреватель Татьяна Ремезова. Татьяна, почему вдруг бесплатная услуга может стать для пассажиров платной? На каком основании? Эрнест, в «Победе» объясняют так. Услуга регистрации априори включена в стоимость билета. И даже если пассажир регистрируется сам через интернет, авиакомпания за него все равно платит аэропорту. В мире среди лоукостеров такая практика есть. Венгерская «Визаэр» берет 30 евро за регистрацию в аэропорту, как и латвийская «Аэрбалтик». 55 евро — тариф у ирландской «Райанэр». Сама «Победа» уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах. С 28 октября это стоит 25 евро. Аргумент о том, что не все могут зарегистрироваться онлайн, в компании не признают. У нас более 75% это продажи через интернет. Если вы смогли купить себе билет сами или вам кто-то помог, то, конечно, вам также помогут зарегистрироваться, чтобы вы сэкономили эти несколько 200-300 рублей. Если вдруг вы просто по каким-то причинам не хотите, вам лень, или у вас есть лишние деньги, которые вы готовы потратить для своего комфорта, то вы приходите в аэропорт и уже на стойке сами оплачиваете агенту услугу регистрации. Можно предположить, что платить, скорее всего, будут пожилые или слабовидящие, кому физически трудно зарегистрироваться, например, со смартфона. Ну а где гарантия, что эти 200-300 рублей реально исчезнут из стоимости билета? Сколько может составить этот сбор? Вообще в СМИ звучала сумма 1000 рублей. Точную сумму в Победе сегодня назвать не смогли под предлогом того, что в разных аэропортах стоимость регистрации разная. Более того, авиакомпания предлагает изменить федеральные авиационные правила. То есть брать деньги за регистрацию смогут не только дешевые перевозчики, а абсолютно все. Если бы во всех аэропортах была возможность зарегистрироваться и сдать багаж самостоятельно, не обращаясь на стойку, то пассажиры, безусловно, с удовольствием пользовались бы такой альтернативой. Но сегодня онлайн-регистрация доступна не во всех российских аэропортах. А это значит, что кое-где за регистрацию придется неизбежно платить. Против предложения Победы сегодня выступило общероссийское объединение пассажиров. Цены на авиабилеты в этом году и так уже выросли на 22%. И компании ищут лазейки для дополнительного заработка. Поддержать инициативу готовы только если пассажирам за самостоятельную регистрацию будет предоставляться реальная скидка, а не мифические 200-300 рублей экономии. В МИМ-трансе позицию пока сформулировать не смогли. Ограничившись дежурным, надо обсудить. Главное, чтобы пассажиров в этом обсуждении тоже услышали. Спасибо, Татьяна. Это была наш обозреватель Татьяна Ремезова. А мы продолжаем выпуск.